В Самаре зародилась новая традиция. 1 мая в День труда возлагать цветы к стеле трудовой доблести, отдавая дань памяти тем героям, которые ковали победу в Толовом Куйбышеве, а после войны ответственно трудились, чтобы прославлять родной город и любимый регион. Цветы к монументу возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, герой социалистического труда, почетные граждане региона и города и неравнодушные жители. Конечно, это знак уважения и признательности героическому поколению победителей. Тому вкладу, который внесли труженики Самарской области, городского округа Самара, тогда Куйбышева, в великую победу. Здесь поистине тыл был фронтом. Стелу открыли в Самаре 10 декабря 2021 года в честь присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путином. Это звание присвоено городам, чьи жители внесли наибольший вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Этот день всегда для нас являлся символом весеннего обновления и символом уважения к человеку труда. Человеку, который отправляет в космос ракеты. Человеку, который печет хлеб. Человеку, который стоит у станков. Лечит нас с вами, учит наших детей. И в этот день, конечно, мы всем им говорим огромное спасибо. Во время Великой Отечественной войны Куйбышев стал одной из важнейших индустриальных баз страны. В городе выпустили около 30 тысяч Ил-2, или 80% от всего объема собранных штурмовиков. Каждый третий артиллерийский снаряд и каждую пятую авиабомбу, поступившие в войска, изготовили труженики из города на Волге. Наши деды, прадеды, они, да, ломали хребет немецко-фашистским захватчикам. Но все это опиралось вот на ту вторую составляющую необходимую промышленность, в которой наш город, наша область были лидерами страны в то время. На аллее трудовой славы в праздничный день была организована выставка военной техники. А жителей и гостей города возле каждого монумента в честь предприятий приветствовали группы волонтеров-экскурсоводов, которые рассказывали про историю достижений заводов, работавших в тыловом Куйбышеве. Виктория Шара, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.